В Джермуке больше смотреть особо нечего, ну там еще есть водопад джермунский, тоже, ну буквально, наверное, это один день вам на все на это хватит посмотреть, зайти в санаторий, там известный санаторий, 5 звезд, санаторий Армении есть, 4 звезды санаторий Олимпия, очень достойные, мы там тоже туда заходили, то есть это такие санатории, где люди лечатся, отдыхают, расслабляются, кушают с бассейнами, то есть если вам вот такой отдых интересен, вы можете прям поехать вот в этот санаторий. Проблема там была у нас покушать, потому что в основном все отдыхающие это курортники, то есть они кушают в санатории, да, там с 5-6 разовым питанием, а вот у нас была проблема покушать, но мы нашли недалеко от центра место такое интересное, это находится недалеко от ущелья, недалеко от моста, то есть буквально если вы из города выезжаете или выходите, с левой стороны такая небольшая кафешечка семейная, и там вот на рандочке можно покушать, очень вкусное, мы у них как раз поужинали и потом с утра позавтракали, очень нам понравилось, в принципе, такое неплохое кафе, как я его нашла, я уже точно не помню, по-моему, по каким-то отзывам, если я смогу, обязательно оставлю здесь ссылку. Мы ночевали в таком отеле, в общем-то, я хочу сказать, что отелей там немного, и все они, это переделанные какие-то бывшие санатории, ничего такого особенного, отель как отель, опять же здесь напишу его название, чтобы рекомендовать его прям так уж на 100% я не могу, но такое место для ночлега, в принципе, подойдет. С Жермука мы уже двинулись дальше в сторону Татева. Татева это такое место, где канатная дорога есть, это Татевский монастырь, канатная дорога, крылья Татева, которая входит в книгу рекордов Гиннеса. Естественно, место это очень раскрученное, очень туристическое, много иностранных туристов, хотя находится от Еревана где-то 250 километров. Если вы меня спросите, стоит ли посетить это место, я вам скажу, 100-200-300% стоит посетить, потому что несмотря на вот те очереди, которые на канатную дорогу есть, несмотря на то, что достаточно все это долго по времени заезжать и так далее, все равно те впечатления, которые вы получите от этой канатной дороги, от пребывания в монастыре, вообще от замечательной такой природы, которая там, и еще расскажу вам один лайфхак, с частью чуть попозже. Эти впечатления, они, ну, остаются с вами на всю жизнь, поэтому если вы раздумываете, ни в коем случае этого не делайте, езжайте туда точно. Это канатная дорога, это около 6 километров она, а раньше эти две деревни, вот деревня, я себе выписала, деревня Галидзор и Татев, между ними, это вот если транспортом добираться, 40 минут, а вот с помощью канатной дороги за 11 минут можно долететь, как бы доехать, да. Впечатления, когда ты по этой канатной дороге передвигаешься в сторону монастыря, просто удивительные, я таких впечатлений никогда не испытывала, потому что, во-первых, вот это вверх-вниз, вверх-вниз, да, канатная дорога, она не просто вот как бы прямая, да, вы сами понимаете, там практически 6 километров, это, конечно, очень впечатляет. Кроме того, ты пролетаешь над вот этим ущельем Татевским, и там есть водопады, ну, различные леса, то есть очень красивая сама по себе природа. Татевский монастырь тоже, ну, как бы заслуживает отдельно вообще, мне кажется, видео, это, ну, визитная карточка Армении, что там и говорит, но самое интересное, это то, что мы делали после посещения этой канатной дороги. Я немножечко в интернете до этого изучала информацию, информации было об этом крайне мало, это посещение минеральных ванн, минеральных источников около Татева. Я знала, что там есть минеральные источники, знала, что воду можно попить, что есть какая-то купель, но многие писали, что есть настоящие древние ванны с минеральной водой, в которых можно полежать, поплескаться, и все это находится где-то недалеко от канатной дороги. Казалось, что нужно спуститься, так как мы на машине были, нужно спуститься, как бы, от канатной дороги вниз по дороге, и там вы увидите источник с водой, то есть эту воду можно пить, там же находится ванна с водой, ну, как бы, как бассейн такой общественный, в нем очень много плескается детей, естественно, туда, в эту ванну я не полезла, потому что она очень маленькая. Если вы пройдете немножечко вглубь туда, за эту ванну, да, там вы увидите, что внизу течет плящая горная речка, и если там будут местные, они вам обязательно подскажут, там, как правило, местные отдыхают, что вниз вот к этой реке ведет такая веревка, реально канатная веревка, со ступеньками, то есть, ну, реально там по ступенькам спуститься практически невозможно, вот нужно за веревку держаться и просто быть хорошим скалолазом, но даже я, которая никогда не занималась никаким таким активным видом спорта, спустилась по этой веревке, дальше мы немножко прошли там через пещеру, и вот как раз-таки перед нами открылись вот эти ванны. Это что-то типа как курорт по Муккале в Турции, только все дикое, с гор течет минералка, можно прям под ней постоять, и она такой отлично массажирует тело, можно в этих ваннах поваляться, они очень такие теплые, приятная, комфортная температура, можно ее и пить, потому что она течет фактически тебе в рот. Вот, в общем, место просто бомбическое, я вообще всем советую не бояться спуститься туда, действительно, ну, немножечко страшновато, но это уж не такие большие горы, чтобы там как-то паниковать, тем более, если там будут местные, они вам помогут, поддержат и так далее. Вот, подниматься тоже, понятно, что также по этой веревке, вот, но я всем это место обязательно советую к посещению. Дальше у нас еще оставалось немного времени, и мы отправились, у нас был запланирован ночлег в городе Горис, потому что в Тотеве там никаких отелей особо не оказалось, то ли они все были заняты туристами, то ли просто их не было, и мы решили ночевать в городе Горис, и по дороге в этот город, немножечко, даже, сказать, заезжая за этот город, есть такое место, называется Ханзарес. Тоже я как-то сомневалась, тратить ли время на него, посещать ли и так далее, но когда мы туда приехали, конечно же, все мои сомнения пропали. Дело в том, что это древний такой пещерный город, в котором жили реально люди, заставили фотографию, они по веревкам туда поднимались, то есть это для них как такие убежища были. А сам вот этот городок Ханзареск, это город уже на сегодня как бы забытый, покинутый, и к нему ведет подвесной такой мост. Записано это такое место, очень интересное, можно там походить, погулять, и там есть и старинная церковь, в которой до сих пор можно прийти поставить свечи, и какие-то постройки. Я хочу сказать, что оно не совсем туристическое, многие туристы оттуда просто не доезжают, потому что там не совсем хорошая дорога, но, опять же, не сомневайтесь, посетите, если у вас есть на это время. Так, и вот после уже довольно уставшей мы решили, соответственно, собираться на ночлег, ночлег в городе Горис. Что я могу сказать про этот город? Это такой город, который находится среди гор, понятно, Горис, да, но находится он как бы в ущелье. Мы выбрали этот город просто потому, что там был отель, был отель свободный. Отель я, честно, этот рекомендовать не буду. Это просто комната, которую сдает хозяин. Город Горис, он известен тем, что... Мы уже потом это узнали, когда приехали в Ереван и общались с местными. Вообще считается, что, ну, по крайней мере, это нам так рассказали. Если вы сами живете в Армении, напишите мне, так ли это обязательно в комментариях. В общем, в городе Горис, ну, вообще вот это вот вся местность, нужно обязательно попробовать кебаб, люля-кебаб из свинины, потому что свиньи, которые там водятся, они как бы на свободном выгуле кушают местную траву, и вот это мясо, которое там, оно вот считается экологически чистым, и действительно, когда я попробовала этот люля-кебаб, в Горисе, в принципе, много кафе. Ну, мы в какой-то одной из кафе вечером зашли, опять же. Этот кебаб был просто что-то невероятное. Я такой вкусной свинины вообще никогда в жизни не ела. Ты кушаешь свинину, а у тебя во рту вот есть вкус даже вот этих трав каких-то, чабреца и так далее. Следующий день, переночевав в Горисе, мы уже отправились в Ереван, по другой стороне, как бы, на дороге мы заехали в такое место, опять же, оно не туристическое, но потихоньку его раскручивают. Называется Зарацкарер или Древняя обсерватория. Там такой, как армянский Стоунхендж, в общем. В чистом поле там установлены, кто их установил, до сих пор не знают, такие камни, небольшие скалы, в которых есть отверстия, на которых нарисованы какие-то иероглифы и так далее. Но объяснение этому всему такое, что вот как раз-таки нужно найти там камни с какими-то номерами определенными, посмотреть вот в эту дырку, да, и там как можно изучать солнце, луну. Я ничего такого особо там не увидела, но просто стоит посетить, потому что мне кажется, что не за горами то время, когда вот тайну этого места раскроют. То есть вход туда абсолютно бесплатный, все там можно трогать. И дорога в Ереван, тоже очень интересная дорога, потому что у тебя уже буквально там за 100 километров до Еревана ты видишь Арарат со всей его красотой, да. Мы еще по дороге заехали в один монастырь, у которого открываются очень красивые виды на Арарат, но если вам повезет с погодой, потому что если есть хотя бы небольшая дымка, Арарат видно достаточно плохо. Даже в самом Ереване мы обратили внимание на то, что в разные дни было по-разному видно. И уже приехав в Ереван, мы сдали, соответственно, машину и там ходили пешком. Про Ереван я хочу сказать только, что это очень интересная европейская, можно сказать, столица. Не стоит, в общем, бояться того, что Армения это кавказская страна. Я ничего там плохого не увидела. Все люди очень интеллигентные, гостеприимные, никогда вам никаких услуг левых не навяжут. Все магазины там, которые у нас есть, тоже присутствуют. Самая лучшая хинкальная города Еревана, мы там тоже побывали. И поверьте мне, рядом со мной за столиком сидели практически одни иностранцы. Их очень много в Армении, в различных и молодежных всяких заведениях, с дегустацией вина, с дегустацией пива. В общем, мне Ереван очень понравился. Это розового туфа, действительно, там многие постройки, они имеют такой красивый розовый цвет. Очень красиво у них шоу поющих фонтанов на главной площади. Летом, по-моему, каждый день он проводится, то есть сыграет музыка и фонтаны очень красиво. Потому что мы просто ходили, гуляли, единственное, что, конечно, была невыносимая жара. Город, он преображается вечером, он просыпается, и вечером все люди, которые, видимо, под кондиционерами сидели, они как раз-таки гуляют, сидят в кафе, и город вот днём и вечером два разных города. Мы жили там в гестхаусе, недалеко от центра находится. Он, в принципе, вот его как раз я могу вам посоветовать, потому что очень гостеприимный хозяин с женой. Находится этот гестхаус типа такого частного дома, но в центре. То есть там есть что-то типа таких кавказских улочек, да, вот этих южных. И вот на одной из таких улочек находится как раз-таки вот их дом. Очень гостеприимные, напоили нас кофе, накормили, даже приглашали нас на ужин, но мы как-то вежливо отказались, и выяснилось, что мы заказали номер без кондиционера, но хозяин вошёл, в общем, в наше положение, и поселил нас, был свободный номер с кондиционером, он нас поселил в этот номер. В аэропорт бесплатно абсолютно нас доставил в день отлёта, посоветовал что посмотреть, рассказал что-то о стране. И, кстати говоря, вот на их веранде, откуда, вот как раз где они нас гостеприимно так привечали, открывается очень красивый вид на Арарат, но если это хорошая погода, если вам повезёт. Я хотела вам сегодня рассказать о нашей поездке в Армению. Если вы в этой стране были, то обязательно мне здесь напишите в комментариях, что вы посетили, какие, может быть, термальные источники какие-то, о которых я не рассказала и не знаю, потому что я думаю, что в эту страну мы обязательно ещё соберёмся не один раз. А если не были, то я вам просто вот от всей души посоветую посетить эту замечательную страну, ни в коем случае ничего не бояться, потому что люди, я повторюсь, очень гостеприимные, очень интеллигентные, и вообще всем советую к посещению эту страну. Ну, а на сегодня буду заканчивать. Всем пока-пока, до новых встреч!